КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ Дорожники латают ямы поселка Новосиликатный. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то балкон на голову упадет, как в Наукограде решают проблему в ветхости балконов. Закатать в асфальт – одно из вечных бед России, просят жители. Одного из районов Барнаула речь идет о дороге в поселке Новосиликатный. Долгое время полотно напоминало скорее решето. Автовладельцы старались выбирать альтернативные пути объезда. Те же, кто решался проехать по маршруту, рисковал раскошелиться на дорогостоящий ремонт авто. Это сейчас здесь можно проехать, говорит Дмитрий. До этого одно сплошное бездорожье. Езда по этой дороге была словно аттракцион для водителей. Глубина и ширина ям десятки сантиметров, как после бомбежки. Перепалки с местной администрацией, как ни странно, увенчались успехом. Вот так коммунальщики восстановили покрытие. Дорогу усыпали старым измельченным асфальтом. До этого, говорит опытный шофер, еще осенью закатали какой-то непонятной смесью. Видимо, решили, и так сойдет. Покрытие в итоге сошло вместе со снегом. Новый, тот самый старый асфальт, соседние улицы пока держатся. Жители обеспокоены, как бы и он не растворился. А вот из этого, говорит мужчина, будут делать пешеходную дорожку. Такой ответ дали чиновники района. Мы обеспокоены, во-первых, вот этим мусором, который лежит у нас здесь. Мы тут ходим, ездим, то есть его по кустам он там распихивают, здесь складывают. Вот здесь разровняли весь этот мусор. Ну, сейчас сами посмотрите поближе тут невозможно. Мы обеспокоены очень. Мы пишем везде, то есть жалуемся. Вот из последних жалоб вот привезли нам срезку. Водители уверены, что чуть позже здесь можно будет начинать ремонт заново. Добавляют желательно более качественный. Едва ли не в каждой квартире есть эта пристройка. Сооружение вроде бы бесплатный бонус для жилья. Платить квартплату не надо, зато можно сгрузить туда ненужные вещи. Вот только за последнее время в новостных лентах все чаще можно слышать об очередном рухнувшем балконе в истории Избийска. Пока без происшествий, это только пока, говорят местные. Ольга Факушина боится выходить на балкон в собственной квартире. И конструкция рушится на глазах. Началось все с потопа, уверена женщина. Первый раз кухню затопила два года назад. Тогда отпала потолочная плитка, отошли обои. Течь устранили. И женщине, по ее словам, даже была выплачена компенсация в тысячу рублей. В этом году большая вода вернулась в квартиру. Вот только вода, недостатка, в которой этой весной не было, пробила в изношенной кровли другую дорожку. И поток ринулся на балкон квартиры Ольги Петровны. 25 лет балкон стоял, сухой. Потому что больше трети, вот этот вот карниз на мою крышу заходит. И он не должен, раз отведение воды есть, не должен бежать с крыши. А он льется просто рекой. Вот фотографии, которые были сделаны коммунальщиками на балконе крыши пенсионерки. На них отчетливо видно, что материал, которым покрыт козырек, пришел в негодность. Зимой снег продавил покрытие. Образовалась ванна, в которой собирается вода и стекает по стене. Сегодня, вот даже я в моих силах только выписать предписание, демонтировать этот балкон. Ремонтировать я его не могу. Я, как юрлицу, отремонтирую, вот просто не могу. Необходимо правильное какое-то решение, то есть техническое заключение, как сделать, какие нагрузки рассчитать. То есть это должен, ну, небольшой, но проект быть. Пенсионерка уверена, решить ее проблему должна управляющая компания. Если она самостоятельно не может, мы можем это убрать. Вопросов нет. Я понимаю, что это... Мы отвечаем за здание полностью, за строительную конструкцию здания. То есть и понимаю, что это портит строительные конструкции. То есть она сегодня на четвертый этаж бежит, завтра на первый побежит, зимой начнет промокнеть стена, зимой начнет промерзать. То есть, ну, последствия-то они, как снежный ком, они накатываются, накатываются. То есть это все равно решать этот вопрос надо. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барноле прежний 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok